есть так ну вот теперь мы теперь мы приступим нет мы или генераторы которые генерируют то что вам кажется а конкретно я не это генератор да а сами эти генераторы а также их всевозможные произведения да да и двойные и тройные ну в теле албер которому полюнцы двойные тройные да еще да вот я напишу что мы используем такую алгебру и напоминаю что тройка означает то что каждый квадрат ну то есть квадрат имеется ввиду смысле произведения клиффорда то есть не не квадрат как к сожалению я к тому что квадратом е1 это вот это будет называться квадрат клиффордово произведение это это мы так говорим что-то квадратно просто удобно обозначать а на самом деле имеется вот если тройка первая то единица если 2 а там 0 до мнимые ну нет все дело в том что мы можем суть в чем что алгебры вот такой алгебре может и другую алгебру клиффорда вот стройка она будет изоморфно все что можно сделать такой алгебре можно сделать их такой вопрос только какой смысл мы придадим кучкам помните он я сейчас выпишу а первые три это настоящие не морг и потом нет они не вот и вектор и да это просто числа не обязательно нет вы можете придать им смысл все вы да я просто напомню разложение но теперь я его уже запишу раньше мы длинненько расписывая по компонентная его запишу более коротко но первый элемент а 0 далее идет совокупность элементов где 11 е а 1 и 1 и так далее я запишу соответственно вот так ну давайте даже я не буду использовать сумму я напишу уже так как нам нужно удобно будет использовать а генераторы они нужны для того чтобы базис сформировать а разглагаемый всегда по элементам базиса элемент базиса а у вас ноликом что да ну мы говорили либо 1 либо е 0 мы его еще можем обозначить если захотим опять же но особого смысла вот день е 0 нет по одной просто нет иногда просто некоторым нравится такое обозначение чтобы можно было формулы там когда мульти индекс это можно формулы сворачивать но и все равно это можно обойти и использовать просто удобно выделять очень часто да да это просто число 5 или масса заряд пожалуйста второй это же нравится вектор но только он не тот вектор который в смысле гипса вектор это просто вектор потому что у него вот используют эти коэффициенты вот присядь одна штука на один коэффициент ну а дальше более сложная я единственно прошлый раз забыл спросить а понятно вот это вот надпись двойная сумма суммирование по и суммирование пока и и должен быть меньше к это стандартное обозначение я просто и по и и по к нет в предыдущем но повторяющий да да индекс если индекс сверху и снизу да нет важно что у нас потом будет ситуация когда индексы повторяется сверху или только снизу там суммирования нет соответственно здесь будет а и к на и и и и к и плюс ну я останется последний один а один два три и один едва и три вот и получает это уже такой более короткий вариант записи но нам как раз понадобится значит вот еще раз вот помощь этого это мы вот сейчас мы назначаем смысл и вот мы будем использовать вот эту алгебру физического пространства в таких смыслах что вот эта величина будет нас моделировать скаляры вот эта величина вот этот кусок формула будет моделировать векторы вот это две векторы которые являются аналогами прямыми псевдо векторов ну потому что мы говорили что псевдо потому что псевдо векторы когда вы переходите специальную теорию относительно не записываются матрицами да и там это уже очевидно что там нельзя обойти до случайно просто получилось мы просто нет гипс просто сказал давайте мы двум вектором будем вектор вот он просто железно боль то он сказал вектор из этого же пространства да и так получилось поэтому если он так не сделал получать а чего нет нет и меньше к здесь все здесь просто сумма ведь просто сумма а это смотрите а это интересный объект у него есть ориентация потому что ведь я едино едва на е3 это называется вообще говоря когда у вас странная комбинация 3 вектор дальше 4 вектор 5 6 вектор и так далее соответственно тут чем е1 и едва на е3 это по сути вот такое произведение такое на такое и ну кубик сейчас на такой е1 на едва на е3 он сдает ориентацию вашего базиса правой стороне леса рады скучно в каком порядке произвести будет разный результат соответственно здесь задано число которое учитывает ориентацию это псевдо скаляр например сила тока до при смене замене базиса можете изменить знак да вот масса это скаляр сила тока псевдо скаляра у нее есть направление у силы тока но только она не выражается виде она когда вы скажем инверсию делаете меняется знак то есть там она более хитро в этом плане поэтому обычно никто не выделяет но а что вы заряд вот у вас заряд так сделали инверсию ничего не изменилось нет нет тут важно не тоже знак есть величины а тот факт что при смене базиса может измениться вот в чем проблем и смена базиса как вот здесь просто это очевидно вот она заложена но только псевдо скаляром является не само число а а вся вот эта величина если раньше это было просто число то теперь сила тока и на вот скорее такой объект и в нем уже заложены опять же дети уже думать не надо есть у вас знак заложен вот в порядке этих это самый сложный объект который называется мультивектор а мы смотрите это же формальная сумма это же формальная сумма да будет мы пока повторение скорее всего финал по крайней мере по уровню максвелла скорее всего я просто чему но важно я это самый сложный объект который использует это формальная сумма в том что до хлор 3 от калифорд бы вас не взлюбил вы его фамилию до хлора как хлор хлор да тот самый но он клиффорд так а я к чему это самый сложный объект более сложного объекта нет в бета-либо в отличие от нашей алгебры где может быть какие угодно сложные объекты там тензурного произведения строите сколько хотите и можно конечно когда давать ему тензорное произведение вот этот на этот сидит это можно только не смысла никакого не имею вот и все все что вам нужно описать вы прекрасно пишите вот этими объектами и когда вы будете использовать вы конечно если вы описываете массу вам это не нужно вот это вам не нужно вот одна это вы считаете что это равно нулю все коэффициенты эти секунды 0 то есть на самом деле вы будете но теперь у вас определена сумма например масса плюс радиус век до про зачем я слышал что килограммы и метр вы не уметь складывать вас я вас научу как сложить два яблока плюс три велосипеда очень просто надо скажет а будет равно два яблока плюс три велосипеда то есть суть в чем это формальная сумма когда вы не складываете не получаете ответа конкретного если считать вот просто есть некоторая структура и вы не задаетесь вопросом чему это равно понятно вы здесь хорошо яблоки пожалуйста количество яблок сила тока сила еще что-нибудь да если вы не спрашиваете ну на самом деле тут не связь это с разными размерностями размерности на самом деле как раз должна быть одинаково я имею ввиду в том смысле что разные объекты разных типов можно складывать да и вот о чем физический второй мер конечно здесь у нас будет одинаково нет но потому что мы так хотим ну что нам физике удобно да 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 вот в том-то и дело это есть контейнер но только если раньше если раньше мы изучали как у нас были разные объекты и мы говорили ну вот для этих студентов такой-то уровень сложности да мы только чуть-чуть изучаем а теперь мы говорим что мы можем изучить самый сложный контейнер а дальше все остальные операции будет проще из-за того что мы будем только кусочки использовать это первое так теперь замечательно теперь значит я обещал что я скажу явный способ подчисления звезды ходжа вот в этой алгебры да а поэлемент на это это просто числа вы работе не как с числом единственное умножение число это умножение на объект у которого вот это 0 а вот это да все объекты числа это мультивектор просто с нулевыми большинство мы не собрали только такие только такие объекты и для них есть операция сложением и перемножение таких да а перемножение обычных перемножения нет а вот перемножение она она нет она она более сложно при клиффорда но она одно вот она бы я я скажу перемножить мы этим часто будем пользоваться поэтому это мне придется я хотел сказать про звезду ходжа я напомню что это аналог по сути ортогонального дополнения пространства только с учетом ориентации более точного трудно дать определение потому что обычно звезда ходжа задается просто ведем некоторый оператор линейный который обладает такими-то свойствами но я могу задать явный способ вычисления звезды ходжа в этой алгебры на самом деле не только лета для любой алгебры крифорда он просто вот если вам нужно найти звезду ходжа от какого-то мультивектора то вы должны сделать следующее вы должны образовать произведение клиффорда мультивектора с звездой ходжа это по определению просто пока и это должно равняться чему и а что такое и а и это единичный псевдоскаляр то есть это вот этот объект это единица и чем отличаются для разных алгебра вот этот элемент будет разным вот эта вещь так я напомню еще вот вот эти вот конструкции вот эти вот они называются лезвие или блэйды а вот вот эти конструкции когда вот мы рассматриваем куски вот эти куски которые мы делили скаляры вектор и так далее они называются грейдовыми проекциями то есть у этого объекта great равен нулю потому что он описывается нулем индексов у этого один индекс эти суммирования соответственно great равен единица есть great равен двум great равен трем это не совсем ранг потому что ну если вы посмотрите как ранг определяется математике это не совсем ранг у какой great у объекта а смешан то есть мы от ранг мы могли бы определить у объекта а а вот у грейд он смешанный потому что сам по себе great вектор операции для тигры ты не нужна но была грейдовая проекция так давайте отмешу единый она обозначалась мы вводили его таким образом здесь к как он соответственно что это означает это начали что я должен вот из этого объекта взять только ту часть у которой great равен к например 3 у этой формулы только один объект обладает грейдом 3 вот этот ну что у него три индекса здесь это будет а1 так а 1 2 3 е 1 е 2 е 3 вот только вместе с этим элементом обязательно это не проекция которой вы привыкли это аналог скорее векторной проекции они скалярный то здесь еще должен быть вот этот вот самый лезвие вот это должно быть например а ну ну любой great тоже часто будем использовать это просто вот этот скаляр а первый вот это вся эта конструкция а1 на е1 плюс а2 на е2 плюс а3 на е3 да ну вот это и вот зная вот эту операцию и произведение клиффорда вы можете построить любую другую операцию векторные предмети скалярный и техотики по моему это проекция просто проекция да 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 ну если мы с вами были математиками я бы сказал что алгебра клиффорд образует граду и по если и факторизовать по z2 по множеству целых чисел четных она образует градуированную алгебру но мы не будем так говорить мы же не математики правильно я к чему как это вычисляется те пример вычисления звезды ход же то есть вы должны признать клиффорда это на это вот на звезду ход же и получить и то есть вот это то есть в разных алгебра клиффорда только и будет разным а и это что такое это это лезвие металл я скажу посчитать определение дать сложнее там надо строго математически а вот показать как вычисляется легко можно я так и сделаю да вот я нам с вами я звезду показывал как вычислять да я я показывал в двухмерном случае на примере векторов поворот поворот был такой да а сейчас покажу как детей во первых как вычислить произведение клиффорда очень просто произведение клиффорда надо просто пользоваться свойствами его она линейна билинейна покажем если может раз второе она ассоциативно она дистрибутивно по отношению к сложению и она антикоммутативно точки зрения произведения двух базисных векторов на базе вектора е и на е к дает минус е к на е и если и не равно к ну и ров и если мы е и умножаем на е и там тоже говорили получается либо 1 либо минус 1 либо 0 в зависимости от тех номеров я тут уже подробно записывать не буду у нас нет на это место вот на самом деле достаточно запомнить действия с базисными векторами вот эти потому что в силу линейности ассоциативность и сводим насти у вас произведение будет только для этих элементов образовываться то что вы не знаете ну давайте я покажу проще показать чем проделать например я хочу умножить ничего хотите давайте я умножу любой задайте не может привести ну давайте например вектор умножу давайте какой-нибудь вектор 2 давайте векторный вектор 2 и 1 плюс 3 е 2 плюс 4 е 4 фантазия хорошие так умножить заметили хорошо следите так а а здесь ну какой какой можно давайте даже вот например 3 и плюс е 1 плюс что еще вот еще но любой добавлю не вектор на вектор а вектор не пойми что еще на что минус е 2 минус е 2 вы не обязаны все задавали на этом так и 0 и 3 ага так все теперь пользуемся тем что она ассоциативно дистрибутивно значит я должен 2 е 1 3 до 6 е 1 ну потому что числа то по линейности умножится они же вынесутся 6 е 1 плюс 9 е 2 плюс 12 е 3 плюс е 2 е 1 на е 1 но двойка вынесется все силу линейности в основе е 1 на е 1 а это 1 соответственно здесь будет 2 далее 3 е 2 на е 1 3 е 2 на е 1 мы только договаривались прошлого раз что пусть у нас элементы идут в порядке возрастания 10 написал поэтому нам нужно не е 2 на е 1 а е 1 на е 2 а это есть минус то есть е 2 на е 1 минус е 1 на е 2 поэтому здесь будет минус 3 е 1 на е 2 4 е 3 на е 1 получается минус 4 е 1 на е 3 дальше продолжать понятно все действия элемента просто на примере надо помнить просто про антикоммутативность раз и про нашу договоренность что мы будем в порядке возрастания индекса записывать это просто удобно для записи формулы сегодня это там все увидеть все вот так умножение происходит тут проще написать чем один раз показать чем могу еще что-то умер дать и он нужен например на 3 е 1 е 2 на например е 1 плюс е 3 е 2 е 3 ну чтобы примерно понимать что будет происходить ну все то же самое раскрываем скобки ищет так минус 3 е 2 е 1 е 1 е 1 да ну тут будет давайте подробно дать я подробно напишу до 3 е 1 е 2 е 1 плюс 3 е 1 е 2 главное порядок не менять местами порядок вот в этой алгебре важен порядок со множителя поэтому ну соответственно здесь вы меняете местами для того чтобы е 1 е 1 вместе оказались ну и вот получается здесь три минус 3 ассоциативность дистрибутивность все есть только антикоммунитивность 3 е 2 ну а здесь что у нас здесь едва едва это один получается плюс 3 е 1 е 3 еще раз говорю здесь самое сложное это длительность записи все то есть как только вы можете а компьютеру то какая разница сколько вы тихие напишет хоть 49 более того мощи для нас по моему одно вычисление будет там будет аж их пять или шесть подряд написано но он только один раз войти обычно мы все мы все вычисления будем делать на уровне вот этих формул и то это пока мы не привыкли а потом так компьютер то решает не вот это ведь компьютер то потом это вы вводите данные так а когда у вас уже эти объекты получены данные введены у них дальше то вы работаете напрямую с ними ну вот как как бы если вы работали напрямую с векторами формул векторной форме да так вот здесь работа векторная формул и векторной форме обычно проще чем вот такой это вот свектор ми обычно наоборот свектор пицы в коротах работать проще чем самими вектор них я конечно почти всегда там скажем посчитаете там тройной векторные произведения в коронатах вы быстро посчитаете а только с векторами если и там уже возник проблема поэтому мы конечно из-за того что мы еще не имеем с вами опыта работы с этими объектами мы будем в координатах работать но уже вот на таком уровне не расписывая подробно вот на таком уровне я хотел вот так вы вычислить звезду ходжи на звезда ходжи силу того она линейна это линейный оператор он обладает всеми теми же свойствами и ассоциативности дистрибутивный но в дистрибуте можно раскрывать скобки совершенно спокойно естественно получается что он действует только на самом деле для всего мультивектора на что на вот эти вот конструкции на базисные элементы вот только вот на эти базисные мультивекторы он и действует а в силу линейности он проскакивает все ваши эти это же числа это обычные числа это обычные числа он соответственно ну например давайте какой-нибудь объект а пускай у нас будет там какой-нибудь назовите а я буду покажу как вычисляется звезда ходжи давайте сначала давайте проще сначала давайте для базиса я выпишу все векторы базиса все равно один раз надо проделать на щелку у нас базис базис у нас один е1 е2 е3 е1 е 2 е2 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 е1 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 е3 е1 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 е3 все вот их должны быть 8 штук 2-3 мы прошлый раз об этом говорили вот их вот ведь Звезда Ходжа от этого. Давайте это будет какой-нибудь элемент альфа. А здесь звезда Ходжа от альфа. Ну, например, 1. Я должен все так, 1. А здесь произведение Клиффорда на 1 равно e1, e2, e3. Ну, и очевидно, что умножение на 1 – это просто тот же самый объект. Поэтому звезда Ходжа от 1 – это e1, e2, e3. e1, e2, e3. Далее. e1. Значит, что я делаю? Здесь e1 есть, здесь e1 есть. Значит, то же самое, что вот так. Правильно? Значит, звезда Ходжа от e1, e2 на e3. Ну, достаточно простая вещь. e2. Ну, вот теперь я не могу откинуть просто так. Потому что e2 стоит не здесь. Но e2 я могу перекинуть сюда. Вот здесь будет минус e2, e1, e3. e2 мы убираем, получается, что звезда Ходжа от e2 равна минус e1 на e3. То есть все достаточно элементарно. Ну, к e3 вводят e1, e3. Так, e1, e2. Так, e1, e2. Правильно? Ну, давайте проверим. Значит, 3. Значит, мы 1, 2. Значит, два раза меняем знак. Соответственно, здесь будет плюс. e3 уйдет. И вот e1, e2. e1, e2. Соответственно, e1, e2 здесь уходят, сокращаются на них просто. И получается, что звезда Ходжа от e1 равна e3. Ну, вот это и есть смысл дуальности. Видите? Если мы это умножим на это, мы получим самый сложный элемент базиса. Это умножим на это, получаем самый сложный элемент базиса. Это на это самый сложный элемент базиса. И так далее. С учетом ориентации, то есть, если e2 на минус e1, e3, потом переставим один раз, и получится e1, e2, e3. Вот и все. Ну и что тут? e2, e3 подводят. Так, что у нас подводят? Если e2, e3, здесь e2, e3. Раз, два. Получается e1. Ну, здесь будет минус e2. Здесь будет один. Ну, на самом деле, они друг другу некоторым образом соответствуют. И все. А теперь остается только один вопрос. Так, для чего равна обратная звезда Ходжа? Так, применим сюда и сюда, и окажется, что звезда Ходжа обратная действует так же, как вот эта прямая. Поэтому здесь, на самом деле, я уже показывать не буду. Легко просто на вычислении. Ну, давайте, для 1. Звезда Ходжа от 1, это есть e1, e2, e3. Применяем к этому еще раз звезду Ходжа. e1, e2, e3. И получаем снова 1. Мы 2 раза применили звезду Ходжа и получили тот же самый результат. Значит, это есть обратный оператор к этому. Ну, все. Обратный оператор к звезде Ходжа в такой алгебре Клиффорда. В разных алгебрах Клиффорда разное количество раз нужно операцию сделать. В данной один раз достаточно. Каких-то надо 3 раза звезду Ходжа считать. Ну, подряд. То есть, каких-то это звезда Ходжа в кубе, ну, а здесь это в первой степени. То есть, она сама себе. То есть, поэтому мы не будем различать прямую и обратную звезду Ходжа. Здесь прямой и обратный оператор просто одно и то же. Ну, вот и все. Это удобно, потому что не нужно задумываться. Если вам нужно вернуться обратно от дуального объекта к обычному, ну, еще раз применяйте звезду Ходжи. А теперь самый главный секрет. Это все правильно. Это все по определению. Которое можно придумать, прочитав статью в Википедии. Статья в Википедии в чем проблема? Там она определяется только для дифференциальных форм. А Ходж это придумал не только для дифференциальных форм, а вот для любых практически объектов. Поэтому в прочитав статью в Википедии можно додуматься, что нужно считать вот так. Можно додуматься. Но в алгебра Клиффорда, где вот последнее число 0, звезду Ходжи можно считать следующим способом. По крайней мере, Вага Клиффорда 3, 0, 0. Ее точно можно посчитать вот так. Звезда Ходжи. И те вектора А это есть И умножить на А. Где И это есть Е1, Е2, Е3. Можно просто умножить. Ну это очевидно на единицы. Просто видно. Ну и можете умножить любой другой. Пожалуйста, вот это вот Е1, Е2, Е3 на Е1, Е2. Получите Е3. И так далее. То есть это, конечно, это правильное определение, которое позволяет в любой алгебре Клиффорда вычислить. Ну а в данной алгебре Клиффорда работает вот такое более простое. Что удобно иногда бывает при выводе формул. При выводе формул. Так. Ну да ладно. Это тоже, кстати, звезда Ходжи. Она еще понадобится. Посмотрите, что она позволяет делать. Если у вас был элемент, скажем, вектором, в смысле, что у него один индекс, то он становится би-вектором. Был скаляром, становится псевдоскаляром. Три вектора, если хотите. Здесь 3, 2, 2, 3. То есть би-вектор переходит в вектор. И вот нам нужна будет вот эта связь. То, что векторы переходят в би-векторы, а би-векторы переходят в векторы. Вот для физики. Потому что у нас магнитное поле будет би-вектором. Потому что это аксиальный вектор, а он отображается здесь как би-вектор. А электрическое поле будет вектором. И вот я сегодня вам пытаюсь показать, что в этой алгебре вектор Фарадея, тензор Фарадея, ну, который вот этот тензор Ф, тензор электромагнитного поля. Здесь он получается максимально простым способом. Просто сложением Е и Б. У вас же электромагнитное поле, что такое? Это Е и Б. Правильно? Вы сложили и получили мульти-вектор Фарадея. Так. Все. А теперь я перейду непосредственно к уравнению Максвелла. И когда нам возникнут какие-то ситуации, которые потребуют какого-то вывода, я буду прерываться, делать математическую выкладку. И, собственно говоря, вот почему нам не хватает. Была бы вторая доска, я бы какие-то промежуточные результаты на нее выписывал. Да легко, хотите. А, просто у вас одноразовая, к сожалению. Так. Запишу уравнение Максвелла. Ну, обычное, в трехмерной форме. Я даже их наизусть помню. Да. Но если что, поправляете. Значит, ротор Е плюс 1 на С ДБ по ДТ равняется нулю ротор Б. Да я вчера весь вечер учил, что. Минус 1 на С ДТ Вот это равняется 4 Пи на С Да. Это зрителям скажу. Это в СГС записано. И, соответственно, магнитных зарядок нет, не будем, но можем. Не будем, но можем. Ну, нам просто нужно будет дописать вот то, что будет здесь. 4 Пи. Но тогда не получится красивое уравнение. Если появятся магнитные заряды, не получится красивого уравнения. Так. 4 Пи. Ру и дивергенция Б 0. Вот это стандартное уравнение Максвелла, где они записаны в такой форме, что слева записано поле электромагнитное, справа источник поля. Соответственно, ну, вот, по крайней мере, здесь это видно. Ну, когда мы сложим, мы поймем, почему вот это и вот это тоже называется источником поля. Соответственно, источником поля являются движущиеся заряды. Если они неподвижны, они создают статическое поле. Если они движутся, они создают электромагнитное, ну, уже полное поле динамическое. Хорошо. Понятно, что мы не можем из одной алгебры перейти в другую. Ну, никак. Это разные алгебры, поэтому нам нужно соответствие какое-то сопоставить. Ну, вот, когда в пространство Минковского переходит, вам нужно сопоставить какие-то вещи. Например, ввести там скалярное произведение, еще что-то там и так далее. Сказать, во что перейдут векторы и так далее. Вот мы сейчас этими и займемся. Значит, вектор Е, мы, ему аналог вот такой сопоставим. Мультивектор Е, который, давайте определим, как Е и вот такой формы, ну, где сумма. Вектор В. Вот вектор В мы заменим на мультивектор В маленькая, потому что потом я буквой В большой буду обозначать другой объект, который более удобен для рассмотрения. Но пока я сделаю полную аналогию, полную аналогичную инструмент, поэтому я сделаю вот так. Мне-то пока нужно как-то записать эту же систему, но только вот через эти штуки. Что там еще у нас есть? Ж. Вектору Ж сопоставим мультивектор Ж. Ну, РО сопоставляется просто РО. Могу написать, конечно. Из-за того, что это число, то никакой особенной смены нет. 0 сопоставляет нулю, а нулевому вектору сопоставляется 0. Обычный 0. Если хотите, мультивекторный 0. Но он никак не обозначается сверху, поэтому просто 0. И работа с ним то есть, что такое 0? Нулевой мультивектор, ну, это мультивектор, все компоненты нулю. В том числе, он равен обычному в отличие вот это здесь. Я специально здесь написал 0 вектор, чтобы показать, что вот этот вектор перейдет в обычный 0. Так, вот с этим, давайте я попробую вот так вот отгородиться и вот сюда записать систему уравнений, с которой мы будем работать. Я просто возьму и вместо этих векторов запишу вот это. и сразу же будет понятно, что нужно проделать, какую дополнительную работу нужно проделать, чтобы получить то, что мы хотим. Значит, ротор E. Ну, я говорю по старинке ротор, хотя вы понимаете, что ротор это когда мы этим действуем на вектор. А эта-то штука вектором не является, поэтому на самом деле это некоторый аналог ротора. Ну, я оставлю эту терминологию, потому что уж слишком прямое совпадение. Поставьте стрелочки и все, и будет обычный вектор. 1 на C D B по DT равно 0. Так, DT равно 0. Дальше ротор B плюс минус 1 на C D E по DT и чего у нас тут? И равно 4P на C G уже смотрите, как хорошо. Уже студенты меньше ошибок допустили бы. Но когда вы увидите конечное уравнение, вы поймете, что там почти допустить ошибок невозможно. Только если уж ты совсем не хочешь на физику. Вообще от слова никак. Так, 4P то есть на данный момент по сути я просто убрал векторы. По сути я заменяю аналог вектору B ставлю соответственно некоторый мультивектор B который выглядит примерно так же как B но только без стрелочки. А потом а вектор AB большим я буду подставить B вектор магнитного поля он оказывается более удобная величина для работы с ним. Это подскажет сама форма записи уравнений это не мы так захотим это так просто будет более удобно это здесь будет понятно и что сразу что мы видим объем работы который нужно проделать смотрите во первых нужно определить что такое аналог ротора она в дивергенции ну понятно что наверное взять производную по времени ничего не стоит надо просто от каждого этого компонента суммы взять производную по времени это линейный оператор честный производный поэтому вот с этим проблем нет никаких ну понятно со мной же время числа тоже проблем никаких это обычно а вот вот с этим и вот с этим надо собрать это числа это постоянные числа ну мнимо единицы чем урана производная мнимо единицы по времени 0 так это просто числа я вот это стираю все нам больше эта система не нужна и вот это я тоже стираю я думаю вот эту систему понятно что есть что значит ну теперь давайте на том что у нас есть вместе я попытаюсь разместить значит давайте сначала попробуем ввести оператор нам нужен какой-то аналог вот такого оператора ну давайте по определению мы что делаем мы сейчас берем подставляем а потом смотрим хорошо получилось или плохо по результату действия не по то есть мы не сразу придум правильный а если получится плохой тогда не подходит но я предложу такой раз все векторы переводили мы просто убирая стрелочки в буквике давайте мы здесь то же самое сделаем тогда у вас будет е и ты ну на а пока писать не буду давайте еще одна договоренность чтобы сократить запись формул мы еще будем пользоваться тоже то что Эйнштейн когда-то вел а может даже не Эйнштейн кто-то может последующий за ним идея такая если вы дифференцируете по координате какой-то там давайте это более кратко обозначать ну понятно частное производное частное производное мы будем обозначать это вот так а если вот так то мы это по определению будем обозначать вот так почему здесь снизу а здесь сверху ну потому что это же градиент будет а в градиенте это вектор там он используется как нижний а этот индекс при суммировании используется как верхний поэтому для того чтобы полное соответствие ввести мы вот такое обозначение для сокращения потому что иначе у нас вообще ничего не вместится а так это хотя бы линейную форму записи тогда это будет вот так и вот у вас индекс сверху индекс снизу суммирование и получается что вот мы введем с вами вот так этот оператор ну и все давайте попытаемся проделать нам нужно учиться во первых вектор перемножать в принципе вектор перемножать все что угодно давайте посмотрим как применяется этот оператор к произвольному мультивектору в этой алгебре ну запишем я говорю мы будем работать в компонентах потому что еще нет никакого опыта работы с самими мультивекторами в компонентах да и здесь непонятно даже как мы же просто вот это написали мы в компонентах написали определение поэтому я пишу и и д и а и вот с этим тут тут надо аккуратнее значит мульти вектор я хотел давайте с вектором давайте с мультивектором который вот такого типа нам векторы нужны с мультивектором такого типа ак ек то есть который моделирует обычный вектор можно конечно общее рассмотреть но вот тут точно доски не хватит потому что там честно надо скажем а вот таким все просто это как раз та вещь которая либо б либо е либо ж живой ака е к ну а дальше очевидно в силу линейности нелинейности в силу ассоциативности этих операций раз с числами кстати числа и силу линейности это же число его можно вынести за произведение есть получится следующее давайте даже здесь д и а к так е и е к ну а далее давайте воспользуемся вот чем воспользуемся тем что е и на е к на е к принимает разные значения если и равно к это одно значение это единица а если и не равно к то е и на е к равно е к минус е к на е ну давайте это оформим вот так сначала сначала рассмотрим вот такие вещи выйдет вот эту сумму эту сумму двойную распишем на две части е и и и плюс и здесь сумма по и не равным к я один раз это подробно напишу а потом уже так подробно расписывать не буду я думаю ну это равно чему это равно просто вот этому соответственно соответственно потому что это равно единица сумма я даже могу сумму убрать а сумму здесь нельзя убрать потому что раз два верхних индекса вот так и плюс теперь с этим смотрите у нас половина слагаемых будет вида е1 там на е2 е2 на е3 и так далее половина слагаемых будет е3 на е2 е2 на е1 и когда мы поменяем знак то есть ну давайте так в силу условия что е и на ек равняется минус ек на е и при и не равном к мы это можем записать может быть когда я напишу это будет более понятно сумма по и меньше к ну а здесь будет д и а к минус д к а и то есть такая да сейчас я давно уже я просто вот это понятно да почему я просто хотел ну и это да на е и ек абсолютно верно и вот тут уже именно в таком порядке здесь уже и меньше к здесь у нас в данном порядке то есть вот из этого слагаемого если мы воспользуемся этим условием получается вот такая вещь которая что-то напоминает и вот это что-то напоминает это есть это был была бы вот эта сумма это было бы что это была бы дивергенция если бы это были бы компоненты обычного вектора а это были бы не компоненты ротора а вот тут нет только вот это вот эта шуточка компоненты ротора а вот эта вещь мешает Вот эта вещь мешает, а вот это правильное Вот это правильное Это что-то похожее на ротор Уже хорошо, но не совсем ротор Для ротора здесь должно быть векторное произведение Мы еще увидим Оно у нас возникнет Но я к тому, что А что здесь возникло? А здесь возникло то, что мы в прошлый раз выделили Это похоже на внешнее произведение По свойствам Давайте я введу теперь уже Строго внешнее произведение Внешним произведением Двух мультивекторов, произвольных Двух произвольных мультивекторов По определению называется Вот такой сложный Внешне кажется, что сложный объект От нуля До размерности алгебры Клиффорда Я не знаю У нас три она То есть это сумма этих вот Индексов У нас три плюс ноль плюс ноль Это три Здесь грейдовая проекция Вектора А О, Р Здесь забыл еще одну сумму Здесь до тройки тоже Ну, например, там Р, С Тогда То есть Р плюс С Вот такая вещь Внешним произведением В алгебре Клиффорда Вот это уже стопроцентное Стопроцентное определение, которое Позволяет посчитать Долго, правда Это двойная сумма Надо перебрать все возможные пары Индексов Но давайте мы посчитаем Только для одного случая Потому что на самом деле Это произведение Так считать не надо Потому что оно тоже Линейно Белинейно Оно ассоциативно И дистрибутивно По сложению И оно только Антикоммутативно По отношению К этим векторам Соответственно Давайте мы Посчитаем Но только для произведения Каких-нибудь Базичных Векторов По определению Значит Надо сразу Это грейдовая проекция Какой грейд Этого объекта Один Грейд у этого объекта Один Это означает Что все произведения Здесь Принни Клиффорда Здесь не точка Все произведения Все грейдовые проекции Кроме первой Здесь и первой Здесь Будет равны нулю Ну других элементов нет Поэтому Единственное Слагаемое Которое сохранится Когда здесь один Здесь один Вот здесь один плюс один Два То есть на самом деле Это будет просто-напросто Е ИТ На Е КТ И здесь два Ну А грейдовая проекция От этого Так это и есть Объект с грейдом 2 Это и есть Вот это самое Это я к чему Это я к тому Что если И Не равно К То у вас Вот это Будет давать Просто-напросто Что будет давать Если И не равно К Это будет давать Принни Клиффорда Для базовых векторов Вот такая вещь И такая вещь Это одно и то же Если И не равно К Ну а если И равно К Тогда здесь будет стоять И на Е И это будет Один Тогда Чему равно Грейдовая проекция Ноль И ответ будет Ноль Ну что Очевидно Что внешнее произведение Одинаковых объектов Мы говорили А на Внешнее произведение Будет тогда Нулю Поэтому это Действительно Внешнее произведение Давайте я напишу Что здесь Обязательно И не равно К Иначе Потеряется смысл То есть на самом деле Здесь я должен написать Как Я должен написать Здесь либо так Либо 0 Ну если И равно К Вот и все То есть на самом деле Для того чтобы Внешнее произведение Нам нужно только Лишь уметь Считать Внешний Принят Двух базисных Векторов И все То есть Это то же самое Что в алгебре Клиффорда Там конечно Можно ввести Каким-то способом Сложным Это Клиффорда Но при практическом Использовании Он всего лишь Нужно раскрывать Скобки И работать С этими Базисными Элементами Вот и все Поэтому да Определение есть И компьютеру То конечно Удобнее Вот это Определение Ему эти Грейды считать Не сложно Главное Объяснить Что это такое То есть Самое сложное Компьютеру Объяснить Что такое Грейдовая Проекция Как ее Считать И звезду Ходжа После того Как вы это сделали Вы все остальные Операции Выражаете Через эти Объекты И получаете Систему Которая умеет Все это Обрабатывать Все Это я к чему Это я к тому Что вот эту Можно заменить Если сильно Захотеть У нас ведь И не равно К У нас и Меньше К Вот на это А тогда Это получится Если Что Вот это Компоненты Оказывается Если вы посчитаете Компоненты Внешнего Произведения Но они Такие же Куротора Но только Вместо Е1 Вектор На На ЕК Будут Такие Вещества То Вот эта Вещь Давайте Я это Сотру Вот Это Где Не хватает Да Так Вот Эту Вещь Обозначим Вот так На А То есть Если у вас Вот эта штука Вот здесь Вот на это То В итоге Получилась Вот такая Формула Если А Это объект Дрейт которого 1 То есть Это по сути Вектор То тогда У нас получилось Что это есть По сути Дивергенция Давайте Вот эту штуку Обозначим Как Вот такую Дивергенцию И плюс Только по алгебру Клиффорда Так Пока можно Оправда Я к тому что Мы уже с вами Определили 3 операции Вот такую 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 Такая Это есть сумма Двух таких Но только Вот для Объекта У которого Грейт равен Единице То есть Для объекта Для смешанного Нам не понадобится И самое сложное Будет Это вот здесь Потому что Мы захотим Перейти К бивектору И что такое Вот это На бивектор Вот это Мы должны Будем посчитать И вот я даже Не знаю Как это мы Здесь Так будем делать У меня Если что Там все посчитано Поэтому Если что Я могу Промежуточные Выкладки Стирать И каким-то Образом Их оттуда Воспроизводить Соответственно Вот такая У нас есть операция А теперь Важное Замечание Давайте Посчитаем Векторное Произведение Вот этой Штуки На А В том Смысле В который Подразумевал Гипс То есть Даже не Гипс Наверное Все-таки Еще Клиффорд Вел Векторное И скалярное Произведение Поэтому Давайте Вот в том Смысле В смысле Мы же Вот ввели Вот здесь Мы сказали Что-то Похоже На скалярное Произведение Этого На это Ну вот Мы так И написали Вот давайте Придадим Вот этому Оператору Такой же Примерно Смысл Как Гипс И Клиффорд Ой Клиффорд Гамильтон Вкладывали В векторное И скалярное Произведение Там уже Должен вектор Получаться Правильно Вот давайте Мы попросим Что получался Мультивектор Грейда 1 Я чувствую У вас Количество Просмотров С каждым Новым Видео Все меньше И меньше Так Пока были Сказки Все было Хорошо Так Ну это тоже Делается Достаточно Примитивно Просто долго Надо просто Ну Так Е И Д И Векторно Пока Непонятно Как Но по крайней Мере Это произведение Оно Раз мы хотим Чтобы это было Похоже на Векторное Произведение Оно должно быть Каким Оно должно быть Билинейным Раз Оно должно быть Ассоциативным Два И дистрибутивным Пословленным Как все Предыдущие Произведения То есть Как хорошо У нас все Произведения Обладают Примерно Одними И теми же Свойствами Тогда что Здесь будет А К На Е К Ну и Давайте Силу Линейности Это Может Записать Как А Д И На А К А Здесь Будет Умножить На Е И Векторно На Е К Главный Порядок Согласны Это Силу Линейности Константы Мы можем Выносить А не Константы Числа Понятно Что в действии Этого оператора На это Это число Хорошо Соответственно Осталось Только Вот с этим Разобраться А вот Теперь Мы Сделаем Тоже Сделал Гипс Гипс Сказал Пусть Вот этот Крестик Означает Следующее Что Если У нас Вот Такая Система Координат Тогда Это Пусть Будет Е1 Это Будет Ну Я уже В наших Обозначениях Е2 Е3 Но тогда Если Вы Это Умножаете На Это Вы Должны Получать Вот Это Если Вы Это Умножаете На Это Вы Должны Получать Соответственно Минус Е1 Если Вы Это Умножаете На Это Вы Должны Получать Ну Вот Соответственно Давайте Мы Подробно Распишем Что Должно Получиться назовем это определение ну а как по-другому если вы будете новую операцию вы должны сказать что в результате нее получается у вас другого выхода не тем более мы хотим все это подделать по то что уже было сделано соответственно сразу же для облегчения нашей работы разделим это на диагональную часть когда я равно к и на недиагональные элементы где и не равны к д и сумма по и здесь а и и плюс сумма по и меньше к есть соответственно получится d и а к минус д к и и и и вектор на на е к еще раз это не векторное произведение в том смысле кто раз был нужны объекты не векторы а до числа да где где воде да да согласен все спасибо то и думать это у меня не получается то что мне нужно а теперь последуем за гамильтон гамильтоном и гипсом скажем что вектор такого такого что вот это должно давать 0 ну сама на себя а это должно давать то что мы скажем ну и скажем то есть вся вот эта вот часть где и равна это 0 и остается только вот эта часть ну давайте перечислю на cd 1 у нас и меньше к поэтому порядок понять я должен перевернуть все возможные варианты д 1 а 2 здесь автоматически d 2 а 1 на е 1 вектор на е 2 плюс д д д так давайте возьмем 1 на а 3 минус d 3 а 1 на е 3 так а где 1 е 3 да спасибо и соответственно остается d 2 а D3A3 минус D3A2, ну, если угодно, можно заменить там на X, Y, Z. Так, и здесь будет E2 крест E3. Так, и теперь мы говорим, ну, пусть, согласно, потому что раньше было, это будет E3, E1 на E2, E1 на E3 у нас чего там было? Минус E2, да? Нет, минус E2, минус E2, ну, и здесь, соответственно, E1. Вот, если мы так определим, то это будет очень похоже на то, что раньше называлось векторное произведение векторов. А мы здесь просто такой опряток крест определили, который действует так же с теми объектами, которые являются мультивекторами грейда 1. И оказывается, если вы примените звезду Ходжи вот к этому выражению, ну, она опять же подействует только на что? Только вот на эти объекты. Потому что по линейности это выйдет за звезду Ходжи. И у вас окажется, что здесь будет находиться звезда Ходжи от E3, здесь минус звезда Ходжи от E2 и звезда Ходжи от E1. И если вы посмотрите, это будет то же самое, что и элементы внешнего произведения этого оператора. И окажется следующая вещь, что вот такое произведение – это есть звезда Ходжи от вот такого. Но в силу того, что звезда Ходжи и обратная звезда Ходжи равны, окажется, что и звезда Ходжи от этого выражения равно вот такому. Это легко. Еще раз говорю, если это непонятно вот здесь, ну тогда это можно просто на листачке бумаги проделать, который здесь не поместился. На листачке бумаги. Но можно легко убедиться в выполнении этих равенств. И вот эти равенства открывают нам способ того, как определить вот это. Вот это равно вот этому. Это оператор, естественно, неестественный для алгебры Клиффорда. Для алгебры Клиффорда гораздо более родным является вот такой оператор. Но в силу того, что вот это, это здесь просто звезда Ходжи от этого, ну все, мы определим. И теперь я перепишу. Так, я вот это смотрю. Я перепишу вот те уравнения, используя вот это выражение. Это сделать, оказывается, достаточно просто. Вот только что делать дальше. Так. Вот я сейчас перепишу, а потом оттуда сотру. Я должен написать вот так. Звезда Ходжи от вот такого выражения. Плюс один. Более того, если мы все сделаем правильно, то звезда Ходжи уйдет. Выражение для Е. А выражение для Б, она появится. Если мы все проделаем правильно. Один на С, здесь будет Д, Б по Д, Т. И это равно 0. Это первое уравнение. Второе уравнение. Так. Звезда Ходжи. А, а вот здесь я не буду менять. Сейчас будет понятно почему. Потому что, если я напишу здесь звезда Ходжи от такой штуки, ну вот так же, только для Б, я ничего не добьюсь. Вот оказывается, мне более выгодно оставить вот это в таком виде. Ну, сейчас я уже действую в человек, который знает, чего хочет получить. Поэтому тут я просто могу сказать, что когда я не знал, что нужно получить, я, естественно, разными способами пытался. Равно 4 и на С, Ж. Это уравнение, ну, тут все без изменений. Мы уже поняли, что это такое. Поэтому это без изменений. Это просто, по сути, та же самая дивергенция. И это оставляю без изменений. То есть, на самом деле, изменилось только одно уравнение. Так, это я скираю. И вот на данном этапе у нас вот так. Что мне не нравится? Но мне не нравится одно. Как это не нравилось Этену Эйнштейну, что мы одну сущность, электромагнитное поле, описываем двумя разными объектами. Э и В. Поэтому наша цель перейти к одному объекту. И вот, оказывается, симметрия уровня максимума позволяет это сделать. Она позволяет перейти к двум уравнениям, если вы пользуетесь симметриями пространства Менковского. А если вы пользуетесь симметриями алгебры Клиффера 3,0, то может к одному уравнению. Вот что мы сейчас попытаемся сделать. Мы пытаемся 4 заменить на одно. И для этого нам нужно только лишь по какой-то причине, которая никому не ведома, но вычислили такую вещь. Давайте мы сначала, во-первых, введем по определению B. Назовем B большое, по определению назовем звезда Ходжа. Вот B маленькая. Это просто я так захотел. Почему? А вот смотрите. Я сейчас возьму и звезду Ходжа к этому уровню применю. Тогда что получится? Здесь она отменит себя, а здесь она появится. Но в силу линейности я могу ее перенести на B. через C, через производную по времени. И тогда наше уравнение будет вот такое. Это уже подсказывает, что оно уже перейти. Вот к такой переменной. Звезда Ходжа B. Вот я ее и введу. Зачем я избавляюсь от этого? Ну, потому что я хочу, чтобы поле входило без звезды Ходжа. Как минимум по этой причине. А во-вторых, ну, я знаю, что получится дальше. Это более важная причина. Посчитаем, чему равно вот это. И вот тут может показаться все. То есть, если вы просто в тупую напишите, что такое B, вы зайдете в тупик. Наверное, по крайней мере, моих знаний не хватило, чтобы так до конца. Там догадаться можно, но вот без догадок. Напрямую получить вычисление. Вот напрямую вычисление. Нет. Догадаться легко. Там всякие штуки получаются интересные. Но я предлагаю. Вот в таких случаях нужны как раз дуальные объекты. Вот что, к сожалению, он постоянно делает, он переходит. Правда, там это не дуальность по ходжу. Он просто говорит, что есть дуальные. Тензоры, дуальные, там, и так далее, во втором томе. Не совсем было понятно, зачем. Здесь понятно. Вот этот объект, он как обычный вектор. А вот этот объект, он имеет два этих индекса. С таким объектом работать проще. Так вот, давайте мы с вами с таким вот объектом поработаем. То есть, напишем вот так. Оп. Вот так. И будем работать с компонентами B. Ну, а теперь осталось это посчитать. Все, уже в компонентах. Все посчитать. Ну, давайте попытаемся это сделать. Вот тут-то как раз я и боюсь, что мне как-то тут придется тесниться. Значит, E, I, D, I на звезда ходжа от B. Ну, давайте по отдельности. Хотя здесь квадратную скобку поставлю. Звезда ходжа от B, то есть, от B, K, на E, K. И, конечно, я бы могу перекинуть вот это сюда. То есть, на самом деле, силу линейности здесь будет вот так. Я, ну, а как на каждый элемент базиса действует, мы уже писали. Если только единственное возьму. Потому что я стер. Вот у меня тут эта штука выписана. Соответственно. Так. Я сразу же могу еще переписать вот это. То есть, я могу написать, что силу линейности D, I на B, K. Это есть D, так, E, и звезда ходжа E, K. Вот. И самое сложное это вычислить вот это. А, кстати, может быть, нам и не надо это вычислить. Может быть, даже проще можно поступить. Можно заменить. Я же говорил, что звезда ходжа на что-то это есть E1, E2, E3 на это что-то. Главное вот именно с той стороны. Порядок важен, поэтому ну и теперь давайте заменим. И у нас получится D, I B, K E, I E1, E2, E3, E, K. А теперь давайте так. Я скажу, что надо сделать, но на доске это не поместится от слова совсем. Смотрите, надо эту сумму раскрыть. То есть, надо по E сначала, потом по K аккуратненько, и у нас появится 9 слагаемых вот такой длины, в которых нужно будет что-то увидеть. видеть. например, сейчас, например, если там будет слагаемое вот такого вида, D1, B2, E2, E3, E2, то это будет соответственно, так, откуда такое, почему такое маленькое, такое маленькое, D1, B2, она будет E1. Ну, да. Нет, я тут просто уже упростил, сейчас я напишу какой-то промежуток. Я просто делал как? Я сначала одну сумму раскрывал, в И, там происходили упрощения, потом вторую сумму уже пока раскрывал, поэтому давайте я напишу например какой-то вариант d1 вот здесь к здесь к здесь будет е3 d3 е3 е1 е2 е3 ек вот такой вариант может быть после первого раскрытия после раскрытия слухой но тогда у вас смотрите вам нужно что делать сразу же можно упростить перекинуть отсюда 1 минус плюс минус а нет минус плюс все и вот я день едва яка я вот один раз напишу вот так вы должны проделать с каждым слагаемом если вы так проделаете так что я пишу далека потом пока раскрыть сумму и снова провести упрощение если вы можете сразу раскрыть по и пока замечательно скрываете проводите упрощение но я боялся что я там запутаюсь и вне бумаги не хватит ну что и так достаточно объемно получается но я раз говорю компьютер это делает быстро самостоятельно вообще без проблем но на бумажке тоже можно это проделать и вы убедитесь вот после этого все это самая сложная часть чему это будет равно если вы все это сравните я просто напишу сейчас ответ вот это я стираю вот это самый интересный для нас с вами ответ что вот эта штука для б она будет равна звезда ходжа от аналога дивергенции в минус вот тут главное что тут минус получится вот такая вещь для б а для чего это сделал ну во первых ноль все больше этим уровнем нам не нужно мы его использовали а вот это важная вещь ротор b равняется минус вот такая штука где бы это би вектор магнитного поля который определяется вот так вот если мы так сделаем все мы готовы мы делаем последний шаг я сейчас переписываю в тему ранее максвелла и мы объединяем в одно самые сложные действия это какие просто из-за того что мы с вами ну по граммир вы не пользовались не гадалл грифа да вы не знаете но вот таких формул типа двойного векторного произведения только в алгебре крифа да вот они тут есть все подобные вот такие вот такая например мы в компонентах все доказывается элементарно только долго как и вектором анализа через компоненты всегда долго но элементарно главное не ошибиться ними но не ошибиться позволяем систему компьютерной алгебры водить главное правильно видеть это самое сложное это ладно когда у вас там она позволяет вам в такой форме вести а это не позволяет вам такой форме вести вам нужно расписать подробно и там уже можно допустить ошибки при выводе так ну и все переписываю систему а что мне нужно переписать может быть я просто затручусь я подумаю значит вот это не нужно этим мы воспользовались а вот ротор b заменяется на минус вот такая штука согласно вот тому и вот это уравнение аккуратно перепишу у нас получилось вот так плюс один на c db по dt потому что он стоял вот такая штука я заменил и вот на это и это равняется нулю так на данный момент у нас система из трех уравнений с двумя неизвестными полями и вектором магнитного поля и вектором электрического сегодня это стираю и теперь пишу еще одну вещь доказываю что если я посчитаю вот такую штуку от этого а мы это уже делали я только не записал ответ ну вот я по-моему даже это внизу видно было записано вот здесь вот этим воспользуюсь значит смотрите у меня 10 такая вещь а здесь есть вот такая вещь сложу давайте уравнение и добавлю вот это все складываю все три уравнения что получаю если раньше этого особого смысла не несло как вы там вектор сложите с числом теперь у нас все мультивекторы а мультивекторы можно складывать поэтому у нас возможно такая сумма давайте даже подробно напишу нужно это последний шаг плюс а минус а давайте мы сделаем вот что чтобы меньше не сделаем здесь плюс здесь плюс а здесь минус чтобы меньше переписывать тогда будет плюс плюс 1 на c да и я под это и плюс вот это равно ну а равно понятно вот это плюс вот это 4 и ро плюс 4 и и на c минус минус 4 пи на c ж вот получается одно длинное длинное уравнение но вот это и вот это дают вот такую штуку плюс вот эту эта вещь у нас уже есть вот это плюс вот это дает 1 на c силу линейности операции производной по времени вот е плюс b только если е это вектор дабы это би вектор поэтому тут аккуратно хотя они выглядят одинаково внешне но и что-то еще все для больше ничего не осталось есть 4 пи на ро посмотрите 4 пи на c поэтому я домножу нации поделился в этот слагаемое чтобы получилось 4 пи на c здесь будет c ро минус g все смотрите опять же пользуясь линейностью этого оператора е плюс b и само уравнение подсказывает какие переменные новые надо ввести е плюс b и вот такую вот давайте теперь я стираю сейчас сейчас интерпретацию я расскажу что можно дать не совсем значит е плюс b обозначим как f по определению и вот такой трактовки у вас нет уже в обычный тензор электромагнитного поля строится через четыре вектора потенциала ну там наподобие там что-нибудь такого д и а к где четырехмерные индексы ну давайте а четырехмерные давайте я меню 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 минус дню амю а вы еще догадайтесь до этого здесь достаточно прозрачно если у вас этот тендер это вещи писать там более то есть это по сути мультивектор фарадея то соответственно это будет просто сумма этих полей и все максимально прозрачный смысл для тех кто понимаешь а такое поле и кто в них верит то есть никакого нет понятно же можно и через потенциалы но я просто показываю что вот здесь это можно и через поля через потенциалы тоже можно ок получит именно та формула которая была так ну и все у вас получается вот такая штука от f плюс 11 дф но только если раньше это был тензор то теперь это число мультивектор или число очень хотите по число клиффорда не число 1 2 3 число клиффорда вот с той сложной записью ну а эту штуку давайте обозначим смотрите как понятно что по логике мы должны ввести вот такую вещь c ро плюс жизнь как все остальные хотелось бы так есть поэтому давайте мы введем вот так но есть такая операция она в алгоритм используется постоянно мы не затрагивали но она простая она называется инверс реверс реверс что делает операция реверса ну ее по-разному обозначает можно так обозначить можно обозначить вот так она делает просто очень простую операцию она каждый генератор то есть е1 е2 и 3 так далее меняет ему знак если раньше это приводило просто конверсии то теперь то у вас там би векторы три вектора и так далее там уже их комбинации и там уже более сложная вещь но здесь то у вас это скаляр и меняется только что знак этого вектора и получается это равно как циро минус же и поэтому это обычно принято писать вот так ну и все вот у вас 4 пи на c жена не все давайте по аналогии ведем это я практически сопространственный это временной ну хотелось бы там квадратик на квадратик уже занят давайте мы кружочек равно 4 пи на c ж оператор ну да ну поэтому он большой да очень очень большой ну какой хотите можете поставить я имею ввиду что в принципе это единый оператор да да смотрите но уже мы видим что в алгебре клиффорда 300 некрасиво некрасиво вот здесь здесь не же стоит же с чертой можно ли от этого избавиться можно если использовать более подходящую алгебру клиффорда для специальной теории но она сложнее потому что здесь вот так ну а ничего не напоминает один а здесь три с минус единицей будут пространство минковского она специально в этом моделирует прекрасно пространство минковского и уже здесь можно вот это здесь базисные векторы вот эти вот базисный генератор c1 можно заменить на самом деле нам а на сигма из матрицы пауле только не матрицы использовать а просто сигму то есть вы же знаете что матрица пауле является генераторами группы su2 специальная унитарная группа который описывает ну в том числе действия со спином спин действия со спином но спинор в общем описывает такие дираковские не дираковские максимально простые в общем спин алгебры которая содержит описание симметрии спина действий с ним вращение хорошо так вот генераторы в е1 и 2 они подобны вот этим генератором и соответственно если вы замените е1 на сигма x е2 на сигма y е3 на сигма z ну а е0 на сигма 0 вы получите алгебру клиффера 300 которая позволяет работать в квантовой механике с векторами состояния но только там это будет не векторы а мульти векторы но тем не менее а то же самое даже к чему алгебра сама по себе не является каким-то инструментом физическим в зависимости от того каким смыслом вы наделите кусочки вот и вот который вот выбрали она будет давать разные ответы но о чем говорит алгебра клиффорда если алгебра клиффорда подошла для описания специальной теории относительности в данном случае уровне максвелла прекрасно не записывать и вообще уровне специально теории относительности максимально компактно не записывать они получаются похожими на уравнение четырехмерный на на только за одном но иногда появляются вот такие вот реверсы и она же описывает классическую не классическая так не релятивистскую квантовую механику со спином автоматически спин там ходит автоматически в силу того что я один то это получается из этого что мы описываем квантовую механику и специальность один и тем же математическим аппаратом а вот это уже невозможно мы вводили пространство минковского отдельно гильбертово пространство отдельно их конечно можно пытаться совмещать но здесь ничего это делать не надо автоматически оказывается у них одинаковая структура хоть вы и пор раньше в это не видели потому что в поле с разными пространствами но оказывается структура специально теория относительности квантомеханики она одинакова а можно ли общую теорию относительности вы здесь описывать можно надо просто считать что вот это и 1 и 2 и 3 описывают декартовую систему координат ну а дальше переход криволинейным координатам ну и все дальше нужно взять уравнение ну вот это было сделано все это и квантовая механика и общая теория относительности специально были сделаны в свое время хестинсом в первом занятии поэтому единственное они все это делают не так я попрошу делать честно они говорят ну там постыку им наверное что-то получится похоже ну вот главная проблема в том что они постоянно пользуются в разных источниках разными дуальностями не называя их не просто говорят в этот объект дуален и в одних статьях это одно означает других это другое унифицировать используя дуальность похожую она подходит ко всем алгоритм клиффорда и во всех алгоритм клиффорда считается одинаково ну вот используя то уравнение которое там было все вот я думаю единственное я могу вам если хотите еще время уже все есть еще чуть-чуть нет я могу показать моделью динамики в поле показать ну простой же там конденсатор постоянное поле электрическое вылетает частица но на вот этом языке да в компьютере вот на этом языке то есть там все считаете не поле не векторы а мульти вектор ну показать я могу у меня по-моему даже так 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 сейчас интернет я поймаю а вот куда я вложил свой смартфон если его вообще брал я же должен был взять с собой листочки листочки это все хорошо я посмотрю у меня скорее всего скачанная версия есть поэтому на компьютере просто я к тому что это не просто вот я свел систему реймаксов и все как бы одно уравнение но первых смотрите решать нужно именно вот это уравнение то есть вы ищете собственные числа собственные операторы этого террасного собственное значение этого оператора и решаете все как ну положено считая что это просто некоторые функции да да там это сейчас не так важно с компьютера запустится я покажу единый аппарат только единственно мы в разных науках наделяем в эти объекты разным смыслом да но говорят что можно наделить их так таким смыслом что они как бы пересекутся вот я не знаю может быть смотрите тут все просто возьмите алгебру клиффорда с большим количеством чисел и до точно поместите все там просто работать сложнее из-за этих количества чисел но вы по крайней мере на бумажке на компьютере все равно она бумажки на компьютере только время и оперативная память так вот сейчас да все скачано уже хорошо я просто покажу что прямые расчеты можно с этим делать это не но в обоих случаях операторы это одно и то же и каждый раз они имеют свой смысл ну вот мы сегодня определили смысл тех операторов и он оказался точно такой же как и раньше если в 1 и 2 и 3 заменить на векторы тоже будет то же самое сами по себе операторы делают то же самое только над другими объектами это как фантовой механике помните есть операторы которые действуют на состояние эти операторы которые действуют уже на наблюдаемые величины это с одной стороны это одни один тот же оператор она означает одинаково другой стороны вроде бы это разный должен быть оператор один действует на функции другой действует на не пойми что ну вот видите эти вы как вы в математике определить вектор и первого рода векторы вторых так математики и получается так ооо все запустилось уже хорошо и редко же бывает ситуация когда что-то нужно и она запускается так это я тут делал это да я я же когда это формула то выводил я же потом проверял на компьютере но вывести то я должен был потому что как бы эту доски то вывести иначе так куча куча статьи эти статьи о чем это статьи как нет реальное применение просто и ставится задача и говорит будем решать этого алгебра клефорда и более того и сейчас чтобы их ну по если вы смотрите на край науки то их больше чем обычных работ потому что обычным аппаратом трудно там много трудностей возникает который потом если захотите мы можем поговорить как о вращении описывается вот здесь и вы вы поймете почему там завершита группа спина потому что там вращение описываются просто решается но вот новые проблемы решаются используя это потому что это проще и быстрее и когда вы ну по интерьете понятно что дело что когда вам каждый раз нужно куда-то заглядывать что-то смотреть это конечно неудобно она если это как студент в принципе он знает что ему преподаватель говорил что векторное произведение скаляра это все просто но он не умеет ну не все не все к физике так никто не придумывал для они-то математики были гамильтон там клиффорд грасман и так далее они же придумали числе математических это тридцатые годы двадцать пятый тридцатый год двадцатого века если он просто показал что алгебры клиффорда можно использовать специально теории для общей теории относительности квантовой механики да но еще раз люди-то привыкли считать как так как считали и поэтому переход на новый аппарат требует больших затрат по времени ну когда тут уже и математики много каких теорем заказали и математикам просто интересно ну слишком не хочется без интернета до зараз а почему как я остановлю вычислить это он как-то не все странно ведет вроде заработал а потом подожди просто понимаете чем проблема основная проблема в том что в стандартных пакетах нет этой возможности но люди уже написали библиотеки подключаете и считаете и кому-то может показаться что мы никуда от тензоров не ушли вроде бы с теми же индексами работаем но проблема то в том что это не проблема а суть то в том что работать на самом деле мы обычно будем вот такими уравнения без индекс это мы просто выводили все вы используя индексы потому что так проще для нас на данном этапе а так это прогрузилась не только новые и показываю вверх показывают за то, что старые можно было решить более элегантно и быстро, особенно там всякие излучения и так далее. Ну и новые сдачи решаются. Там, где квантовая механика и общая теория относительности, говорят, что вот тут вроде бы даже наклевывается, как их совмещать. То есть там некоторые проблемы иногда пропадают, которые были в обычной алгебре. Ну, видите, я просто сложил уравнение. Попробуйте сложить 4 уравнения Максов. Что вы получите? Вы получите Биллиберду. Точнее, вы получите некоторую формальную сумму, с которой вы ничего больше делать не сможете. Полезным это уравнение не будет. Здесь вы сложили 4 уравнения и получили новое полезное уравнение. Более компактное, которое очень похоже на что? Ведь в пространстве Минковского там 2 уравнения. Там одно уравнение похоже вот на это, а другое на это. А теперь оказывается все просто. Какая-то штука от поля, которая напоминает оператора Даламбера, но не оператор Даламбера, потому что она в первой степени. Это напоминает уравнение Шрёдингера. Видите, я говорю, структура та же. В специальной теории относительности оказывает та же структура, что уровень Шрёдингера. Потому что, смотрите, первая степень. Единственное уравнение Шрёдингера здесь стоит оператор Лапласа, а здесь как бы градиент. Но идея уже подходит. Производная по времени первая. Уже. Нет, не хочет. А что он-то, грубо говоря, считает? Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Значит, не покажу. Как бы все просто. Что странно, конечно. Ну, экспериментаторам-то особого смысла нет. Что им тут? Что им это дает? Ничего. А теоретики, естественно. У них появились возможности, некоторые инструменты для того, что они раньше не могли в обычной. Ну, там надо было бы придумывать что-то новое. А тут ничего нового придумывать не надо. Здесь уже все само получается. Здесь много чего получается само. Понимаете? Здесь не надо думать о том же, правильно вы классифицировали или неправильно. Здесь просто все объекты, которые вы раньше... Например, вот я приводил пример. Векторы, мультивекторы, скаляры, скаляры. Это разные объекты. Понимаете? Это разные объекты. Раньше это было похожее объектом. Вектор это из трех скаляров состоит там и так далее. Теперь это просто разные объекты. И когда вы делаете действия с ними, вы получаете те объекты, которые должны возникнуть. Например, если вы там, не знаю, считаете там какой-нибудь вектор Е, вот вектор Е, внешним образом умножите на Ж, вы получите би-вектор. Би-вектор вы получите. Вот и все. Один истинный вектор, другой истинный вектор. Вы получите би-вектор. А вот почему здесь вот так? Ну, потому что это алгебра Клиффорда не самое подходящее. Вот это вот я точно могу сказать. Более подходящее вот это. И там будет плюс. И это будет вообще похоже на пространство Минковского прям чуть ли не один в один по построению. По построению. Можно и механику здесь изложить? Можно. Ну, я просто скажу, как считается сила Лоренца. Какая-то зараза. Не хочет он считать. Тогда покажу как-нибудь позже. Но идея какая? Что у вас получается вот такое уравнение для механики. Д, П по Д, С равняется. Чему он равняется? Ну, сила Лоренца. Да. Я в таком формате считал. То есть я как? Я веклозу метода мейлера, я просто задавал интервал. Вот ДС задавал. Какой-то. Но может показаться, что интервал должен быть маленький. Что ДС должен быть там однотысячный и так далее. Ничего подобного. Интервал у меня 10 во второй. ДС 10 во второй. Исходимость правильная, хорошая. А почему? Да потому что она же это же равно С до Тау. Виа до Тау это дифференциал собственного времени. А через ДТ, через обычное время, когда вообще там еще гамма, ну, релятивистский корень появляется. И поэтому ДТ получается очень-очень маленьким. А ДС оказывается 100 и вполне все хорошо считается, если бы оно еще считалось. Так, и что такое ЖЛ? Вот ЖЛ это как раз четырехмерный аналог силы Лоренца. И она считается вот здесь так. Ку на С. Ку на С, где кузырят электрический. С скорость света. А здесь страшная вещь. Тензор, ну, вот эта штука вот, мультивектор Фарадея. так, умножается на У. Это четырехмерная скорость, которая, У, которая есть, там, ДХ по ДС. ДХ, аналог четырехмерный радиус вектора. И здесь еще берется вот так, здесь один и плюс такое же слагаемое ноль. Ну, это уже способы расчета. Почему получается так некрасиво? А потому, что используется не самая лучшая алгебра. Ну, если вы попробуете, вот это... в смысле сила Лоренца и эритические воздействия, да? Ну, да. Сила Лоренца по определению в радиофизике это сила, которая действует на заряд помещенного в электромагнитное поле. Ну, то есть. Так нет, а здесь у вас нет разделения. Как вы разделите-то? У вас. Ну, так. Да. Поэтому и становится понятно, почему сила Лоренца считается, что это... Потому что в пространстве Минковского тоже все сшивается в один центр. 0,0,0,0,0. То есть. Скалярная часть. Ну, там одно аналог мощности, другое там аналог чего... силы некоторой странной размерности. Да, то есть. Ну, отсюда я, в общем, понятно. ЖЛ просто на каждом шаге пересчитывается, ДП на каждом шаге пересчитывается и на каждом шаге пересчитывается P, как является P, это М, С, У, где У скорость. Ну, и У это у вас Д... Да, я уже писал. Вот, соответственно, это подставляете сюда, ну, вот у вас получается ДХ по ДС. Ну, и на каждом шаге пересчитываете ДХ, на каждом шаге пересчитываете ДП и все. И отображаете. у вас получается движущая частица получалась бы, если бы она запускалась. А запускаться почему-то не хочет. Так, поэтому смотрите, потому что в принципе то, что по алгебам Клиффорда я все рассказал. То есть, этого достаточно, чтобы понять, как считается там напрямую, как можно ли использовать дифференциальный оператор. можно использовать дифференциальный оператор. Я не говорю про интегрирование, но интегрирование получается так же, как и дифференциальный оператор. Вы просто умножаете там, вот ДХ вы выражаете ДХ, ДР там и так далее, умножаете, интегрируете, то же самое. По компоненту просто интегрируете и все. Как комплексные числа, когда в комплексном анализе. Вы же там мнимую вещественную часть по отдельности интегрируете. Ну вот и тут по отдельности интегрируете, каждый играете и все. Проблем никаких не будет. Поэтому дифференциальный оператор здесь интереснее. Они при хорошем выборе они получаются примерно такими же, как и стандартным. Так что ну а в следующий раз тут уж вы там смотрите, вы же что-то хотели рассказать у вас там тема стояла? твое? Погодите, вы как-то отодвинутся. Ну ладно. Нет, то есть в суть состоит в чем? Дальше. Что дальше можно сделать? Дальше вы хотели что-то связанное с теорией групп, с элементами? Это надо? Вы на этом языке будете продолжать? Не, элемент теории групп. Там же это просто математика. Там что-то множество просто заданной операции. нет, я хотел просто потом показать, когда мы уже разберемся с группой Мили, и там одна из групп Ли, это группа Су-2, вот там уже показать, вращение здесь, они как раз эту самую группу Су-2 содержатся. и не и не только ее, но ее в том числе. Это проще, поверьте, чем тендзорный анализ. Надо просто сменить парадигму мышления. надо поднимать. И это